МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На горнодобывающих предприятиях в Абазе и Вершинитёе работают около 2000 человек, но города эти монопрофильные, и другую достойную работу там найти практически невозможно. Поэтому слухи о скором закрытии рудников взволновали все население. Причем в Абазе слухи были подкреплены действиями Евразруды. В этом году был заморожен инвестиционный проект по дальнейшей разработке месторождения. Руководителю Хакасии во время поездки в Горнятский город пришлось успокаивать население. Сегодня власть подтвердила свою позицию. В крайней ситуации людей в беде не бросят. Но от партнеров Евразруды ждут понимания и твердого решения, что предприятия продолжат работу. Предприятия работают давно. Не мы их с вами делали, не мы их разрабатывали, по всякому счету начинали. Сейчас всего лишь пользуемся этим ресурсом. Я бы хотел тоже, чтобы об этом помнили. Вернуться будет тяжело на эти предприятия. Мы их не бросим, я вам сразу заявляю. Потому что другого шанса трудоустроить людей пока нет. Глава республики дал понять, ситуация с предприятиями будет вынесена для обсуждения на самый высокий уровень. Он заверил, что Хакасия готова к переговорам. Со своей стороны республика может предложить Евразруде льготы по налогообложению и снижение железнодорожного тарифа на грузовые перевозки. Бизнес тоже готов к переговорам. Мы сейчас рассматриваем все варианты, то есть как спасти руки. И самая главная задача, чтобы люди работали, то есть наша задача очень простая, с властью. Я думаю, что рабочая группа, которая на сегодняшний момент будет работать, я думаю, что мы найдем компромиссные решения. Вот точно по базе точно могу сказать, что мы будем искать разные решения, чтобы он у нас работал. По этой ситуации ситуация довольно тяжелая. Честно скажу, ситуация довольно тяжелая. Рассматриваем разные варианты. Ну, могу сказать, что влог до того, что до продажи бизнеса. На встрече была создана рабочая группа, в которую вошли представители Евразруды, правительство Хакасии и Министерство промышленности и торговли России. Группа побывает на обоих предприятиях, будут рассматриваться все варианты. Но цель одна – сохранить производство и в Абазе, и в Вершине Тёи. Виктор Лошников, Сергей Казьмин, Вести Хакасия. Десять работников образования республики получат премии правительства Хакасии в размере 50 тысяч рублей каждая. Среди лучших оказались педагоги Усть-Абаканского, Аскидского районов, Сейногорска, Черногорска и Абакана. Персональная премия ежегодно присуждается за высокое мастерство и значительный вклад в развитие образования. При выборе кандидатов учитываются победы педагога и его учеников на различных республиканских, российских, межрегиональных конкурсах и олимпиадах. Деньги будут перечислены на лицевые счета победителей ко дню учителя. Проверить на порядочность и честность Николая Евдокименко предстоит полицейским Хакасии. Напомню, мужчина месяц расклеивает объявление по Абакану с просьбой помочь его 12-летней племяннице Ксюше Евдокименко. Якобы девочку сбила машина и сейчас ей нужны деньги на операцию. И уже вроде бы откликнулись неравнодушные люди, но при выяснении подробности той аварии у многих возникли вопросы и подозрения. Объявление с призывом помочь по Абакану расклеивает Николай Евдокименко, якобы дядя Ксюши. По словам мужчины, еще весной в центре Абакана девочку сбила машина. Водителю удалось скрыться с места. В результате аварии Ксюша получила сильнейшие травмы – ноги и спины. Сейчас она в новосибирской клинике вместе с мамой. На лечение необходимо полтора миллиона рублей. В отдел соцзащиты заходил, как мать, получается, одиночка, сестра у меня. Там ответили, что у вас много таких матерей-одиночек. И все положенные по закону выплаты вам выплачиваются. На отдельные не рассчитывайте. А что по части сейчас требуется, на данный момент ребенок находится в коме. Впрочем, номер телефона мамы девочки, который дал Николай, оказался недоступен. В какой именно клинике Новосибирска находится Ксюша, мужчина тогда сказать не смог. Спустя неделю данных нет. Дома не могу его найти. Потому что она, видимо, выкинула газету. Сестры тоже попасть не могу. Она мне звонила со стационарного. Я ей что-то, блин, как дела, как дела. И ничего толком так и не узнал. Между тем, представители Минздрава Хакасии уверяют, что больного ребенка с фамилией Евдокименко не знают. Да и автоинспекторы припомнить не могут, что это за авария такая с пострадавшей девочкой. В сводках госинспекции города Абакана за 2013 год подобного дорожно-транспортного происшествия нет. В общем, а есть ли, в принципе, нуждающийся в помощи ребенок, сегодня выясняют полицейские республики. В противном случае Николаю Евдокименко грозит обвинение в мошенничестве. Константин Кравцов, Сергей Казьмин, Вести Хакасия. В Арджиникидзовском районе за заражение земель оштрафован молокозавод. Копьевский молочный завод выплатит штраф в 30 тысяч рублей. Как установили сотрудники Россельхознадзора, предприятие сливало промышленные отходы прямо в почву. Лабораторные исследования установили в ней чрезвычайно опасное превышение количества бактерий группы кишечной палочки и энтерококов. Также предприятию выдано предписание устранить нарушения. Впервые за несколько лет в Республиканском центре живой природы на свет появились тигрята. Малышам месяц от роду. Увидеть их в вольере пока посетителям зоопарка не удается. Поэтому сотрудники вынесли тигрят на природу. Тигриного потомства сотрудники центра живой природы ждали 8 лет. И вот чудо случилось. Мама малышей Ириска – дама солидного возраста. Ей уже 13 лет. Папа достаточно молод, у него это первые детишки. Сегодня работники зоопарка всячески оберегают покой семейства. С этой целью прикрыли вольер специальным полотном. Чтобы тигрица с детенышами чувствовала себя в безопасности. Целый месяц посетителям зоопарка приходилось только гадать. Как выглядят малыши и сколько их. И вот сотрудники решили приоткрыть завесу тайны. Впервые вынесли тигрят – это три девочки – на лужайку детского зоопарка. Это тигр усурийский или амурский, второе его название. Самый большой тигр. Он занесен во все красные книги – и в международную, и в российскую. И, соответственно, в Красную книгу Дальнего Востока, где он водится. Сначала полосатые малыши вели себя осторожно, боялись незнакомого окружающего мира. Но спустя время начали осваиваться, ползать, прятаться в траве и даже громко мяукать, как котята. За час сестренки порядком подустали, их вновь вернули в вольер. Если так получится, что будут желающие их приобрести, то они и в юном возрасте уедут. Потому что в таком возрасте их легче приучить, легче переносят перемены. Когда малышей передадут в другие центры природы, в Абаканском зоопарке останется три тигра. Родители этих новорожденных – Исамира, ей два года. Пока она живет временно в Иркутском зоопарке, но скоро вновь вернется домой. Кстати, в день нашего знакомства с тигрятами произошло еще одно яркое событие в центре природы. Родился як. Специалисты говорят, детеныш сразу самостоятельно передвигался по загону. Но нам малыш свои умения не продемонстрировал. Отдыхал в домике под бдительным контролем мамы. Наталья Громашова, Дмитрий Парахин, Вести Хакасия. Это все, о чем мы успели вам рассказать к этому часу. Сразу после вестей смотрите рубрику «Интервью». А я с вами прощаюсь. Увидимся скоро на канале «Россия-24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова